Только по функции, которую мы пережили лично, начиная с самого раннего детства. То есть все наши впечатления, наша память об этих впечатлениях, наши реакции об этих впечатлениях. Нет, именно то, что мы пережили, осознали, прочувствовали, это все записывается и обжается вот этим вектором. Он имеет конкретное наполнение, но сейчас мы об этом позже поговорим. Значит, и этот вектор обозначает, что у нас не такая сумма наших впечатлений. Вследствие векторов, это вектор социальных норм. То есть от нашего непосредственно жизненного эмпирического опыта мы переходим к тому, что нас начинают... Поскольку человек – существо социальное, он живет в обществе, и с самого раннего детства человека начинают воспитывать. То есть возникает огромное количество правил поведения. Как себя вести, зарядывать шмурки, как подавать руку, как держать ножку, держать пилу, как пользоваться ножом, и так далее. То есть как вести себя в обществе, как вести то или иной ситуации, вот все эти нормы, нормы отражают вот этот это. И в том числе эти нормы этнического поведения или нормы социального круга, в котором так принято. Это очень хорошо видно, когда мы читаем английскую пластику, или смотрим английские фильмы, там очень жесткие, эти нормы статальные. Аристократически просто демонстрировали, что люди нашего круга ведут себя так, аристократы ведут себя так, лорды ведут себя так. А вот этим статалюдинам можно вести себя так, а не так. То есть, вот просто, например, английская литература, она дает огромное количество вот этих нормы социальных условностей, выпуклами. Хотя они, конечно, существуют в любом обществе. Как только мы начинаем наблюдать за людьми, даже припыла какого коллектива, и семейные нормы. То есть, семейные церкви, семейные нормы. Вот у нас это себе так истит. У другой семьи... То есть, целый иерархит семейный дом, и это все опять-таки записывается, как говорят, на турочку, и человек подчиняется в значительной степени этим социальным нормам. Но кроме этого, есть вектор ситуации. Потому что, что это значит, что могут возникнуть, и часто возникают такие вещи, которые не содержатся в нашем личном опыте. И мы с ним никогда не встречали. И мы никогда о них не читали, не писали, нам о них не рассказывали. И не учили, как по статарным нормам, как на пейперах. То есть, а как действовать в ситуации, где предусмотрены ни этим, ни этим векторами. Тогда для этого существует вектор ситуации. Вектор гибкого отклик на конкретную ситуацию, которая возникает здесь и сейчас. Ну, то есть, некий жизненный выход. Новая задача, новый человек, необходимость какого-то быстрого решения, ну и так далее. То есть, опять-таки, но это все в рамках какой-то функции. Это может быть интуиция, это может быть сенсорика, да? Это может быть речка, может быть логичка. Сейчас это не имеет большого значения, просто мы говорим о общей структуре. И, наконец, то есть, вектор ситуации позволяет нам реагировать в ситуациях, которые не предусмотрены ни вектором личного опыта, ни вектором нормы. И, наконец, вектор глобальности. Вектор глобальности, который раньше связывался с понятием времени, глобального времени, он как раз связан с тем, что благодаря этому вектору человек может выйти, как бы приподняться над ситуацией и посмотреть над какими-то своими привычками и социальными установками, и выйти за пределы этого и посмотреть на мир со своего аспекта ведущего глобально, а как бы с высоты даже не птичьего, а, может быть, космического поля. Почему мы сравнивали его с пектором времени? Потому что в пространстве, в теории относительности, время мыслится не как координата, по которой мы движемся, а как глобальное время, которое уже сразу существует, от минут бесконечности до блюд бесконечности, и мы смотрим на него сверху, как бы из таких издерей. То есть мы видим уже все это пространство, как получившаяся. Вот в романе, есть такой роман, роман Курт Торбоненкутер, «Бойни номер пять». Это американский фантазм, и там описываются существа, которые видели все время сразу. Ну, фактически он проецировался пункт, был самый технологический мировент, но, тем не менее, для них время как таковое, которое, они видели Земля, например, они видели историю других миров, ну, то есть они, видимо, были телепаты, а они могли рассматривать это, но для них время было не такое, которое для нас, в котором мы существуем, мы были окружены, а они видели сразу всю траекторию жизненную, скажем, человека. То есть как бы смотрели сверху, вот как мы смотрим на уже состоявшуюся ручку, да, мы же не движемся вот так, вот если бы мы бы двигались вот так медленно-медленно, сканировали бы все это пространство, но мы видим сразу вот эту ручку, которая уже здесь. Почему? Мы смотрим как бы из более объемного, более многомерного пространства. И здесь то же самое. Поэтому вот эта мерность, она, глобальность, она дает вот это стратегическое видение, стратегическое видение уместности, неуместности действия по данному аспекту, интуиции, консоли, перейти, переговорики, вот в общем контексте. Вот все четыре измерения имеют только первая функция, моментальная функция. Вторая функция отличается тем, что уже вектор глобальности отличается. Он отличается. Есть только три вектора. Вектор личного опыта, вектор ситуации и вектор нет. То есть просто этот вектор, он исчезает. То есть исчезает, ну, это такая математическая операция дифференцирования, когда берем производную по этой переменной, и у нас остается место четырехмерного, а странство у нас остается четырехмерное. Если первая функция была глобальной, то вторая функция, она же точечка, она опирается на личный опыт, социальные нормы и вектор ситуации. Вот почему она творческая? Потому что вектор ситуации у нее является ведущим. Она дипко ревендирует конкретно ситуацию и конкретно подстраивается под ту или иную, под той или иную вызов, который возникает перед нами. Мы потом пройдемся по каждому атмосферу. Сейчас я излагаю общие моменты, чтобы не упустить ванную. То есть именно кектор ситуации позволяет второй функции творить и придает вот это качество творчества. на творчество. Потому что именно поэтому программная функция первая отличается от творчества тем, что верх нормальной уже нарушит. Я бы хотела вклиниться. Смотри, вектор ситуации у нас присутствует на берегу функции. Это как вам сказать. Поэтому творчество безусловно возможно и оно происходит и по первой, и по второй функции. ситуативный отклик происходит. Это первый, это второй функции. Но из-за того, что в первой функции присутствует глобальность, там кроме творчества подклика на ситуацию есть еще оценка насколько этот подклик уместен или неуместен в глобальность. В глобальном смысле. Стратегическом смысле. Вот если говорить о предплатном моменте, то в стратегическом 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 мы потом поговорим о когда вырастает аспекты мы объясним что-то такое же. Хотелось, вы слушатели не думали, что третья функция исчерпывается только некоторым ситуациям. Да. Первый, он тоже отсутствует. Первый, тоже есть ситуативная реакция, ситуативный кодек. Да, безусловно. Поэтому в веществе функции функции глоба эго они обе творческие, они обе сильные, просто вот за счет вектора глобальности эта функция приобретает, первая функция приобретает свойства такой инертности, как бы, потому что она более созерцательная, а вот вторая это контактная, которая именно работает с реальностью. Почему? Наш мир реален, да, трехмерен, и вот с этим трехмерным миром взаимодействуют эти три вектора, эти три измерения. А четвертое измерение, ну, как бы, вторая функция по нему движется, она как бы, вот, она через него проходит, вот, траектория времени, да, так вот, каждую, каждый момент движется по этой траектории, по временной траектории. Здесь она не видит, а здесь она движется. И мы ее проживаем, мы ее проживаем. Третья функция отличается тем, что у нее уже отсутствует вектор ситуации. у нее есть только вектор отличного опыта и вектор собственного. И обратите внимание, уже мы видим резкое отличие по качеству. То есть только то, что мы усвоили в течение своей жизни и только то, что нам приходят в качестве правил поведения, все это только воспринимается третий функций. Все остальное ею отбрасывается либо сертируется, либо воспринимается как что-то беспокоительное. Потому когда мы сталкиваемся с этой функцией с новой ситуацией, терпяемся. Потому что мы это очень хорошо видно, мы потом посмотрим. когда человек попадает в какую-то ситуацию, которая была неизвестна ему прежде, он попадает либо в недоумение, либо в разложение, либо в панику, либо в завышательство. Потому что ему надо значительное время, чтобы адаптироваться к этой новой ситуации. Почему? Нет в этой ситуации. Нет ресурса, который можно ответить. Поэтому чем больше человек наберет, чем больше челкоганов. Он жизненно тренирован. И, например, четвертая функция. Она вообще одномерная. И вот четвертая функция это исключительно одномерный опыт. Это мой опыт по четвертой функции. Это даже не опыт каких-то формально усвоенных норм. Это должны быть вещи, которые я пережил лично. Если мне рассказали какие-то нормы, а я их не пережил, не попробовал насилие и так далее, то эти нормы не являются для человека значащими. Поэтому, как правило, нормы и так далее, они были формальны, он их не пережил, он их реальный, не отработал, он просто не слышал, то в реальной ситуации, в реальной жизни он нарушает эти нормы, потому что они не связаны с его личным опытом. Ну, формально, если здесь, например, пелоэтика, то формально он знает, что, наверное, так себя в какой-то ситуации, и если бы он его обучали конкретно, чтобы ты знаешь, что здесь надо быть галантным, вот здесь надо кому-то улыбнуться, и так далее, то этот человек бы, и он бы это сделал, он бы это пережил насилие, он бы знал, как это делать. А если он знает, если это знание такое, ну, мне когда-то говорили, или вычитано из книги, то знание норм, пропущенное через личный опыт, оно остается в нормах, но тогда человек может совершенно бесцеремонно нарушить, выглядит бесцеремонным, надлым, где-то нарушить.